Всех приветствую, мои дорогие! Хочу вам показать свои покупки из Литуали и Озон. И давайте начнем с Литуаль. Заказ я делала в интернет-магазине. Было хорошее предложение по определенному промокоду. Если покупка была на определенную сумму, была хорошая скидка. И если вы помните, ранее я заказывала румяна от Клиник в номере 02. И они мне понравились. И я решила заказать от Клиник еще одни румяна из этой линейки в номере 01. И давайте посмотрим и сравним оба оттенка. Потому что сейчас в разных магазинах, я так понимаю, остались только два таких варианта из этой линейки. Других вариантов уже в наличии нет. Это у нас номер 01. Вот так они выглядят. Здесь упаковка такая добротная. Ее приятно держать в руках. И, конечно же, мне очень нравится, как выполнен рефил. Давайте смотреть. Хочу сказать, что на кожу они ложатся полупрозрачно. Не так ярко, как может показаться. На моей коже целый день не держатся. Но я к этому готова. У меня ничего целый день не держится. Ну, я думаю, даже по сводчу видно, что это не что-то такое. Вот прям чересчур яркое. Вырвиглазное, скажем так. А вполне себе приятный оттенок. Ну, и давайте рядом нанесем румяна в номере 02 Пичпоп. Потому что, как я уже сказала, оба эти оттенка пока еще представлены на сайте. И, возможно, кто-то захочет сравнить, в каком оттенке лучше приобрести. И вот так выглядят оттенки. И давайте откроем, посмотрим, как вместе выглядят румяна. Ну, Пичпоп выглядит более ярким, насыщенным. А Джинджер Поп менее ярким и насыщенным. Ну, мне кажется, на лето особенно чудесные варианты. Либо кто предпочитает макияжи в теплой гамме делать. Дальше хочу вам показать от марки Too Cool For School. Заказала я румяна. Я думала, нужны они мне или нет. Но вы знаете, когда в магазине увидела вживую, что это румяна в холодном оттенке. Это у нас корейский бренд, кто не знает. Я решила, что мне они точно нужны. По-моему, там еще из этой линеечки в теплой гамме представлены румяна. И почему-то стоят они бюджетнее. И, по-моему, представлен бронзер из этой линеечки. Здесь, давайте покажу. Я на самом деле все уже доставала, проверяла, все ли в целости. Дошло вот такая здесь еще бумажечка. Я так думаю, это название коллекции. Упаковка достаточно простенькая. Хотя не выглядит она какой-то хлипкой. Я имею в виду простенькая в плане оформления. Мне кажется, корейским брендам присуще. Что-то такое лаконичное, не бросающееся в глаза. Ой, у меня вылетело. Прозрачная вылетела здесь такая подложечка. Вот так выглядит румяна. Давайте сначала каждый оттенок наберем. Также на них были хорошие отзывы. И, насколько я понимаю, эту марку выводят. По крайней мере, давно никаких новинок не было. И товара все меньше и меньше остается. Поэтому я решила, пока в наличии есть, что я закажу. Здесь зеркало. Давайте я вот здесь нанесу. Ну, как вы видите, не яркие такие оттенки. Мне кажется, они будут лицу придавать какую-то свежесть. Более отдохнувший, здоровый вид. Ну и думаю, конечно же, они под макияжи в холодной гамме отлично подойдут. Следующее, что я вам хочу показать, от марки Сиате приобрела румяна. Вы знаете, так интересно, там представлены они в разных оттенках. И стоимость зависит от оттенка. То есть я заказала самый бюджетный вариант. Если я не путаю, без всяких вот скидок, промокодов, по-моему, они 1400 с чем-то стоили. А, например, в каких-то других оттенках были румяна из этой же линейки, которые 1800 с чем-то стоили. Но я заказала не из-за того, что они дешевле были, а потому что я посмотрела обзоры. И мне показалось, что этот оттенок для меня самый подходящий. Ну, как я уже сказала, я применила промокод. И у меня, по-моему, по промокоду была скидка 2000 рублей, если я не путаю. Плюс еще минус-бонусы. И мне, конечно, каждое средство обошлось намного дешевле, чем представлено оно на сайте. Здесь у нас 4 грамма. Вот такая информация. Вы знаете, мне показалось, что эту марку тоже выводят. Ну, по крайней мере, когда мы с сестренкой были на Арбате, ей нужно было зайти... Ой, по-моему, магазин Леонардо называется. И она пошла в этот магазин, а я ее осталась ждать в Литуаль. Там на первом этаже Литуаль. И, вы знаете, вот почему-то там вроде казалось бы новый Арбат. Но брендов было представлено очень мало. И стенды были очень... Вот выглядели очень полупустыми, бедными. Я даже, честно говоря, очень была удивлена. И вот с этой маркой... Видите, здесь крышечка такая вся зеркальная. С этой маркой стенд... Ну, вот было ощущение, как будто остатки какие-то продаются. Здесь 4 грамма, как мы уже с вами посмотрели. Это оттеночек Deep Love. Это у нас подсвечивающая румяна. Ну, и я решила, что мне нужны. Потому что мне здесь не только оттенок. Мне еще очень понравилось, как оформлен рефил. Давайте с вами посмотрим. То есть это больше, наверное, даже на блашлайтер похоже. Что-то между румянами и хайлайтером. Остальные оттенки, по-моему, были в такой, знаете, более теплой гамме представлены. Ну, и одного оттенка розовенького там не было в наличии. Давайте с вами вот здесь я нанесу. Посмотрим. Вот так выглядит. Ну, естественно, я думаю, они на лице так ярко-то не будут переноситься. Скорее всего, это что-то будет такое легкое, подсвечивающее. В любом случае, мне оттенок понравился. Меня не смущает, что, если вы видите здесь вот так много шиммера. Я не знаю, возможно, это верхнее напыление и дальше блесточек не будет. Но у меня с подобными блесточками есть румяна от ланком. И, вы знаете, меня вот такие блесточки на лице не смущают. Мне кажется, это смотрится вполне себе нормально, красиво. Поэтому я использую подобные средства. И что я еще заказала? Я не знаю, как правильно называется эта марка. Вот такое здесь название. Могу только сказать, что это итальянский бренд. Здесь у нас 9 грамм. Это у нас, как вы видите, подсвечивающие румяна. У них еще представлены румяна в основной коллекции. Кстати, этот бренд был как раз в Литуаль на Новом Арбате. Такая здесь информация. Но я там видела бронзер в подобном дизайне. Румян таких я не увидела. Хотя на сайте представлены эти румяна в двух оттенках. Давайте покажу. У меня они в номере 01. Я на них не нашла ни отзывов, ни видео. Я хотела вживую сводчи посмотреть. Но я не нашла информацию. Брала, скажем так, на свой страх и риск. Мне понравилось, как здесь оформлен рефил. Давайте еще раз покажу. На сайте от этой марки представлено... Тоже зеркалец. Здесь вот так покажу, девочки. Представлено... Ну, не совсем мало, скажем так, средств. Насколько я помню, в Золотом Яблоке еще эта марка представлена. Возможно, в Ревгош. Здесь, кстати, магнитная крышка, которая не прям с легкостью открывается. То есть надо вот усилия приложить. Зеркало, на котором написано Face. И вот так выглядит рефил. А второй оттенок, по-моему, в такой более персиковой гамме. Давайте с вами посмотрим. Наберем отдельно румяна. Отдельно. И вот так смешаем. Ну, конечно, надо на лице смотреть. Мне кажется, что они больше подойдут, когда кожа уже будет тронута загаром хоть немножко. Ну, тоже интересный оттенок. Я румяну люблю. В течение дня вот сколько раз выхожу, столько раз и обновляю, как правило. Бывает, за день успеваю разные оттенки поносить. Ну, и каждый год что-то из румян заканчивается. Что-то новенькое в коллекции прибавляется. Вот такие оттенки. Буду стирать. И мы с вами перейдем к покупкам с Азон. Я как раз сегодня получила. Вернее, у меня дочка сходила, забрала. Все, вот это вам показала. Хочу сказать большое спасибо Зарине. Именно от нее я узнала информацию, что на Азон очень хорошие скидки на продукцию марки Sephora. Также спасибо девочке, которая мне также в телеграм в комментариях написала, знаю ли я про эту распродажу. И что я хочу сказать. Я так поняла, что горящие сроки у этой продукции. Я читала отзывы. И многие писали, что как бы срок годности на упаковке один стоит. Но если по коду проверить, то по-моему там чуть ли не до мая этого года сроки годности. Поэтому будьте к этому готовы, если вы будете заказывать. Я просто спокойно отношусь к срокам годности у сухих средств. Кремовые я бы, конечно, не стала приобретать с истекшим сроком. Но вот к сухим средствам я спокойно отношусь. Не 10 лет назад срок вышел. И хорошо. Но вы знаете, заказ меня как бы и порадовал, и немножко огорчил. Почему? Сейчас вам расскажу. Ну давайте начнем мы, наверное, вот с такой палеточки. Стоила она 263 рубля. Но я заказывала не такой вариант. Я заказывала, вы знаете, вот здесь коричневый цвет. Здесь кофейные чашечки были с кофе нарисованы. И, как мне показалось по сайту, она в такой нюдовой гамме была. А пришла мне вот такая палеточка. А у меня такая палетка своя есть. Я когда-то в Сифоре приобретала. Давайте с вами, кстати, сравним. Ну, вы знаете, я написала продавцу. И мне написали, что, значит, мне отправили за нее деньги. И, ну что, возврат денег мне будет. Ну, деньги мне пока не пришли. Вот. Ну, честно говоря, я бы, конечно, хотела бы не возврат денег, а именно, чтобы мне палетка с чашечками пришла, которую я первоначально заказывала. Это я вам показываю информацию. Вы видите, здесь написано срок годности до 06.25. Но если верить комментариям, то если проверить по коду, то срок годности до мая этого года. Ну, такая информация. Внутри она выглядит точно так же, как моя палеточка. Вот эта. Давайте я вам свою покажу. Потому что своей-то я уже пользовалась. А эта у меня, ну, будет лежать, если возврат не надо будет делать. Потому что пока я поняла, что мне отправили деньги, и что никакой возврат, ну, косметики не надо делать. Ну, возможно, она у меня потом на подарок пойдет. Поэтому... Вот моя палетка, которую я в Сифоре в свое время покупала. Здесь шесть оттенков по одному грамму. Вот так она открывается. Давайте я вам быстренько покажу. Мне в свое время очень из-за дизайна понравились эти палетки. Именно вот эта линеечка была представлена в трех вариантах. Вот как раз одна с цветочками. Вторая палетка с кофейными чашечками. А третий вариант был там воздушный... Ой, не воздушные шары. Ну, шары вот, на которых летают. Все, к вечеру у меня уже все. Не соображаю ничего. Ой, как они называются? Ну, шары, на которых летают. Я думаю, вы поняли. Шар, внизу корзина. Дома жарко. Я еще окно закрыла, чтобы шума не было. И уже сижу вся какая-то полусонная от жары. Не соображаю. Оттенки красивые. Но просто у меня такая палетка есть. Поэтому, конечно, мне хотелось получить ту, которую именно я заказывала. Я не знаю, всем ли вместо той приходит вот такой вариант. Тут я ничего сказать не могу вам. Дальше покажу палетку, которая также стоила 263 рубля. Вот так она выглядит. Вот такая здесь информация. Давайте я вам покажу тоже вот срок годности. Я сама не буду по коду пробивать. Мне, честно говоря, все равно, какой тут срок годности. Я и у своих палеток, которые у меня уже не первый год в использовании, ни на какие сроки внимания не обращаю. Так, подложечка вот здесь остается. Ну, если у меня будет аллергия, дискомфорт какой-то, естественно, я таким пользоваться не буду. Пока у меня, ну, ничего плохого не было. Вот так она открывается. Здесь тоже магнитик. Мне почему-то кажется, что там еще другие варианты были вот у такой палеточки. Похожа она, конечно, чем-то немножко на предыдущую. Давайте с вами быстренько посмотрим. Так. Ну, здесь такая больше нюдовая гамма. Вот сюда я нанесу. Так, палеточка хорошенькая, приятно в руках держать. Ну, вот по первой палетке, насколько я помню, у меня она при наборе и переносе пылила. То есть, немножко суховатыми мне тени показались. Блесточки вот такие в процессе макияжа могут осыпаться. Потом уже в течение дня, когда я ходила с макияжем, у меня ничего не осыпалось, никуда не пропадало. Ну, а вот в процессе макияжа, да, блесточки могут лететь и тени сами пылят. Ну, не страшно это. Вот такая у нас гамма с вами. Следующее, что я вам хочу показать, это, я так понимаю, лимитированная коллекция. Мне кажется, я даже в свое время в Сифоре видела эту коллекцию. И вот за что тоже мне уже, как написали, вернут деньги. Это вот такая палетка. Она также стоила 263 рубля. Здесь у нас 8 оттенков по полтора грамма. И она мне пришла с разбитым рефилом. Вот так она симпатично выглядит. Я все сфотографировала. Вот видите, я когда стала дома открывать, я уже поняла, что что-то там разбито. Вот. Ну, потому что грязная упаковка. Вот такая здесь информация, срок годности. Я все сфотографировала, отправила. И вот у меня был написан быстрый возврат. И было написано, что вам отправлены деньги. Я ничего еще не чистила. Потому что, как я уже сказала, вот буквально недавно эти палетки попали в мои руки, скажем так. Ну, видно, да, что палеточка грязная. Здесь зеркало, как вы видите. И вот оттенок, который разбился и испачкал всю палетку. Я сначала думала, что я не буду ничего писать продавцу. Ой, я сама уже вся грязная сижу. Ну, думаю, с такую цену. Ну, а потом поняла, что, ну, все равно согласитесь, приятней товар получить в целости, в сохранности. И пользоваться приятней, ну, новым, неразбитым. Сама палеточка очень хорошенькая. Там пленочка есть, она на зеркале. Давайте вот так аккуратно я попробую вам показать. Я, конечно, попробую спрессовать этот оттенок. Жалко, конечно, что... Ну, вот так, наверное, в дороге палеточка пострадала. Еще хорошо, что только один оттенок. Обиднее, если бы она вся в дребезге. Просто по новой уже не хочется заказывать, потому что куда их 10 одинаковых, несмотря на то, что, конечно, ну, бюджетно. Я помню, эти палеточки, они как-то, ну, в самой Сифори-то недешево стоили. Даже какие-то две тысячи. Вот те маленькие, мне кажется, чуть ли не по полторы изначально. Тут, конечно, надо будет всю палетку чистить. Я не знаю, так на ней не видно, но там и пленочка, которая вот зеркало закрывает. Тут все грязное, у меня уже все руки в этом оттенке. Потом, знаете, как интересно, если здесь действительно, да, переклеены сроки годности, то получается, что, ну, на любой косметике можно вот так сроки поменять. И, получается, человек может быть уверен, да, что он что-то такое свеженькое покупает. А на самом деле и не факт. Ну, выходит, да, если так вот логически рассуждать. Ну, опять-таки, это дело каждого, приобретать или нет. Вот, буду все потом зачищать здесь. У меня вон на столе уже крошки, все в крошках. И покажу вам из этой линеечки еще одну палеточку. Также 263 рубля. Вот так она выглядит. Я ее еле открыла, поэтому не закрываю. Такая здесь информация. Срок годности. Ну, оформление красивое. Ну, опять-таки, за такую цену, если вы, как я уже сказала, не сильно обращаете внимание на сроки, то, ну, попробовать марку можно. Так, здесь зеркало полностью не закрывается. Я вот так сделаю. У меня там сверху куклы сидят. И просто... Отображает все. Давайте с вами, наверное, вот сначала внизу оттенки посмотрим. Это, я так понимаю, ну, как хайлайтер, бронзер и румяна. И мне почему-то кажется, что вот эти блесточки, это верхнее, наверное, напыление. Ну, давайте еще вот темненький оттенок наберем. Смотрите, тоже какой красивый. Единственное, не знаю, возможно, он, ну, во время макияжа будет, ну, может, в грязь уходить. Ну, согласитесь, за такую стоимость, мне кажется, сейчас и ноунейм палетки не всегда можно купить. Синий, конечно, красиво вот так сверкает. То есть это черный, я так понимаю, с вкраплением синих блесток. Сейчас с вами дальше посмотрим. Так. Пальцы у меня влажные, сейчас хочется, чтобы более достоверно все передалось. Я вот такой цвет люблю, например. На первый взгляд красивые. Вот такие люблю оттенки. На первый взгляд красивые палеточки. Возможно, там еще были какие-то варианты представлены. Я просто, знаете, так вот очень быстренько посмотрела. Сначала думала, не буду ничего заказывать. Ну, я тени люблю. И потом подумала, что лучше заказать, попробовать. Знаете, все равно иногда чего-то новенького хочется. Плюс бренд у нас сейчас этот не представлен. Ну, решила, что вот именно за такую стоимость я закажу. Ну, мне как-то, знаете, вот и оформление, и оттенки на картинке как-то так совпало, что все показалось симпатичным. Для меня очень даже носибельным, скажем так. Вот так девочки выглядят. Так. Там я видела и румяны, и бронзеры были, еще что-то. Мне, кстати, еще одна позиция должна приехать. Не от марки Sephora, а от другой марки. Я эту позицию тоже у Зариночки в Телеграм увидела. Но я так поняла, мне эта позиция после 14-го числа или 14-го числа приедет. Поэтому вам в следующий раз с какими-нибудь покупками покажу. Девочки, посмотрите, как красиво сияет. Я вот сейчас сама засмотрелась прям. Смотрите, какая красота. Ну, конечно, если у вас, например, кожа аллергичная, уже были, например, случаи с какой-нибудь негативной реакцией, то, наверное, не стоит вот с истекшим сроком приобретать. У меня просто, ну, не было никаких таких, знаете, негативных реакций. Вы знаете, что у меня есть палетки Sleek и шоколадки, которым уже 6 лет. Я им пользуюсь до сих пор, и, ну, мои глаза хорошо воспринимают. Поэтому советовать, конечно же, я никому не буду. Я просто показываю, что мне вот оттенки понравились, и что вот так может разбитый прийти палетка. Пишите тогда. Я, конечно, ну, посмотрю, действительно ли мне деньги придут. Потому что, помните, я вам показывала разбитый румяный от L'Etoile. Я им уже два раза. Первый раз я им написала фотографию. приложила, они мне написали, что в какую-то службу передан мой запрос, что вопрос решится. Прошло больше недели. Ни ответ, ни привета. Я им второй раз написала. Ну, знаете, не то, что они мне в 60 рублей обошлись, не то, что мне прям вот там деньги как-то нужны. Ну, просто я считаю, если магазин, да, вот какую-то, ну, ошибку допустил или как-то, то все-таки они, ну, должны уметь с клиентами работать, после себя оставлять хорошее впечатление. Вот второй раз я им написала, что, мол, извините, прошло больше недели, от вас тишина. И, вы знаете, так вот до сих пор тишина. Ну, это ладно, румяного, 60 рублей мне обошлись. А если бы это что-то дорогое было. Поэтому, ну, я рада, что Озон сразу же отреагировал. Но, естественно, пока деньги не пришли, я раньше времени тоже не могу сказать, что вот мне сразу все возместили. Я же вам все показала, рассказала. Пишите, как вам мои покупки. Возможно, вы тоже вот что-то с Озона приобретали или из Литуаль. Пишите всегда. Не всегда могу и успеваю, к сожалению, отвечать. Но всегда с большим удовольствием, интересом, благодарностью к вам. Читаю ваши комментарии. Спасибо вам большое. Я же буду с вами на этом прощаться. И до новых встреч, до новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok